g1, g2, l бесконечность алгебры. Вот я сразу оговорюсь, что мы будем применять это определение в приложениях g1, g2, это dg алгебры li будут. То есть мы не будем это применять на самом деле к тому случаю, когда это что-то более общее, чем dg алгебры li. Но тем не менее мы будем рассматривать l-бесконечность морфизма. Значит, вот определение l-бесконечность морфизма из g1, g2. Что это такое? Значит, это по определению вы должны взять вот эту вот симметрическую алгебру, вот q-алгебру вот эту свободную от g1 сдвинутого на единицу. Тут есть свое q. Значит, и это должно отображаться в симметрическую алгебру тоже с плюсиком от g сдвинутого на единицу g2 со своим q-штрих. И, короче говоря, вот это вот отображение должно быть отображением dg-ко-алгебр. Вот. Отображением dg-ко-алгебр, да. То есть это означает, что это должно быть отображением q-ал. Это два условия. Первое это то, что это должно быть отображением q-алгебр. И так как это q-алгебра, q-свободно, то вот условие, что это отображение q-алгебр, да, оно мне сразу дает следующее, что это на самом деле задается проекцией в q-образующие. Задается проекцией в q-образующие. Вот. То есть некоторое там u из s плюс g1 сдвинутого на единицу в g2 сдвинутые на единицу. То есть вообще вот все. Если у меня есть отображение q-алгебр, не обязательно dg, и правая q-алгебра свободна, то у меня это сдается проекцией в q-образующие точно так же, как мы знаем в случае ассоциативных алгебр. Вот. А дальше, значит, вот. А дальше мы как бы хотим вот сказать, что мы хотим второе условие применить, что это скоммутирует, то есть вот тут вот q задает dg структуру, тут q-штрих задает dg структуру, и вот это вот все должно как бы коммутировать с этими q здесь и q-штрих здесь. И вот чтобы вот такое вот выписать, что это означает? Это означает следующее, что первым, как вот там мы делали, первым делом я должен по такому u восстановить отображение dg-ку-алгебр. Вот. Собственно, вот мы в прошлом семестре немножко этим как бы баловались в ассоциативном случае. Но вот я могу вам задать вопрос, чтобы было просто понятно. Вот, допустим, у вас есть, вот, чтобы не возиться с этими минус-единицами, вот у вас есть отображение sv с плюсиком, w с плюсиком. Это отображение q-алгебр, коммутативных, коммутативных q-алгебр. Теперь я вам говорю, что вы, чтобы такое задать, вам на самом деле нужно знать отображение, просто вот проекцию в код-генераторе, вот такое. Значит, теперь, предположим, у вас есть вот такая проекция, ну, u, вот в код-генераторе. Как вам восстановить вот исходное отображение, которое есть отображение dg-ку-алгебр? Вот. Ну, надо использовать аналогию того, как вы это делаете в случае коммутативных алгебр или там ассоциативных. В общем, вы пишете некую формулу, да, что u hat, значит, от, u с крышечкой, от, там, v1 умножить на v2 умножить на vn, значит, как нужно это самое делать? Ну, я бы сказал, что нужно написать, что эта сумма по n больше либо равна нулю, значит, тут вам нужно применить дельта n к вот этому вот дельту, только пусть будет тут l, применить дельту n вот к вот этому вот v1, vl. Значит, что это делает? Вот одна дельта, она просто его разбивает на две части, причем с какой-то перестановкой, да, напомню, что дельта от v1 на vl, это просто сумма по перестановкам и по i, я-то должен взять там v sigma 1, v, ну, ну, да, тут у нас такое все, коммутативное все, значит, коммутативное v sigma i, и тут нужно тензорно умножить на v sigma i плюс 1, v sigma n, да, а тут я должен это сделать как бы n раз, вот, n раз, то есть у меня будет n плюс 1, будет n плюс 1, этот самый фактор, и после этого я должен каждому фактору применить мое отображение u. То есть... Сейчас уже надо это дело заканчивать, сейчас чуть-чуть, может быть, побольше скажу. Я, конечно, мог тут забыть обратные факториалы в каком-то месте, но это вы меня поправите, если я их забыл. Скорее всего, да, скорее всего, эти обратные факториалы где-то здесь, наверное, записались, ну, неважно, хрен с ними. Вот, ну да, то есть я говорю, например, вот u1, вот v1 vl, да, чему это равно? Значит, это равно u от v1 vl, плюс, значит, плюс u умножить на u к дельте от v1 vl. Скорее всего, тут должны быть факториалы, но вы меня поправите. Значит, плюс, я думаю, что тут надо написать 1 вторая на самом деле, тут надо написать 1 шестая, u умножить на u умножить на u, а тут надо 3 раза применить дельта, ну, то есть на 3 части разбить, то есть применить дельта 2 раза. вот v1 vl, ну, плюс так далее. Значит, заметьте, что у меня нету единицы в моей симметрической алгебре от v, поэтому, ну, ну, поэтому очевидно, что вот, что образующие v, они примитивны. То есть, что, грубо говоря, максимальная степень дельта, максимальная, которую я могу применить к v1 vl, она равна l минус 1. Ну, то есть, если я применю уже l, ту степень, я получу 0, да, потому что, ну, понятно, да? Вот, ну, и все, и, в общем, вот как-то так. То есть, вот тут вы пишете такой вот как бы экспоненциальный ряд, показываете, что это отображение q алгебр. Ну, может быть, мы в следующий раз попробуем это вместе выполнить упражнение. Ну, и после этого вот вы должны вот это все сделать, а после этого задаться вопросом, как вам сказать, что вот эта вот штука коммутирует с q. Вы должны восстановить весь этот ряд и про этот ряд уже написать, что он коммутирует с q, а после этого взять проекции этой коммутации снова вот в эти когенераторы как бы. И у вас что-то получится. Давайте я, значит, напишу, что, и это интересно. То есть, вот даже если у нас есть, значит, почему это интересно? Это интересно вот потому что то, что мы тут делаем, это вот на самом деле вот в духе вот этой вот двойственности, да? То есть, на самом деле, ведь это же означает, что я беру свободную резольвенту, вот эту вот как бы бар-ко-бар или там Харрисон-Шевалей-Ленберг, не знаю, от g1 и отображаю в g2 вот по вот этому вот условию. Ну да, то есть вообще вот как бы я об этом вот думал, если вы вот, ну, собственно, я вам так и рассказывал, что вот я хочу взять свободную резольвенту от g1. она равна, значит, вот такая, она равна Харрисону от Шевалей-Ленберга с плюсиком, от g1 с постоянными коэффициентами. И теперь я хочу вот эту вот резольвенту отобразить в g2, как в dg алгебры Ли. Ну и моё вот это вот, собственно, штука моя, это говорит, что это то же самое, что отображение Хом в dg ку-алгебрах вот из Шевалей-Ленберга g1. Ну то есть это, грубо говоря, приводит меня к языку вот этих там L-бесконечность алгебры или ку-многообразие, да? Шевалей-Ленберг g2. Вот, всё, пожалуйста. Вот это у меня две L-бесконечность алгебры, и даже если это на самом деле обычные dg алгебры Ли, то то, что я получу вот так, это будет больше, чем просто отображение там dg алгебры Ли, более общий концепт. Потому что, глядите, если у меня есть отображение g1 в g2, dg алгебры Ли, то уже естественно, что конструкция комплекса Шевалей-Ленберга это функтор. То есть, естественно, что у меня вот эта штука индуцирует отображение из Шевалей-Ленберга g1 в Шевалей-Ленберг g2, и естественно, что это будет всегда отображением dg ку-алгебру. И вопрос, грубо говоря, следующий, к которому мы, естественно, приходим, да, если мы хотим вот резольвенту g1 отобразить в g2, вот таким образом, чтобы это была именно свободная резольвента. Вот мы приходим к такому вопросу и задаемся вопросом, окей, а теперь, допустим, у нас нету такого отображения. Но вот оказывается, что для некоторого вида резольвент мы, тем не менее, должны какое-то написать отображение dg коммутативных ку-алгебр отсюда сюда, и это будет то же самое, что отображение резольвент. И такое отображение коммутативных ку-алгебр совершенно не обязательно происходит вот отсюда. Почему совершенно не обязательно? Давайте вот я это скажу, и на этом мы уже закончим. Аршак бы меня просто убил за то, что я на 30 или на 20 минут дольше. Аршак, привет! Будем, так сказать, использовать, что вы сегодня не являетесь этим модератором. Вот, шутка. Вот, значит, да, значит, смотрите, вот у нас, значит, есть вот эти компоненты Тейлора, да, как я объяснял, у, которые есть симметрическая алгебра там из g1, сдвинутого на единицу, в g2. Не, ну вроде я тут вполне понятно объяснил, да, связь вот этого дела с резольвентами, с изначальной постановкой задачи. Вот, окей, значит, теперь она задается, в свою очередь, как это векторное поле q, компонентами Тейлора. То есть это означает, что у нас есть у1 из g1 в g2, и она должна быть в степени 0 уже. Там было степени 1, уже это был дифференциал, а это как бы отображение, отображение классической степени 0. Потом, значит, у2 от g с лямбда 2 g1 в g2, сдвинутая на минус 1, у3 от лямбда 3 g1 в g2, сдвинутая на минус 2 и так далее. И вот первое, ну да, и первое условие, что условие номер 1, это что у1 коммутирует с q и q' то есть оно является, да, что он, нет, не с q и с q' а с q1 и с q1' с первыми компонентами. То есть оно является отображением комплексов. То есть вот, ну, мы, может быть, давайте вот я просто сейчас скажу, может быть, мы в следующий раз чуть-чуть поиграем в эти штуки, чтобы это показать. Или вы, может, сами посмотрите. Вот, то есть вот у1 должно быть, то, что оно коммутирует, это, да, это вот получается первое условие. То есть, грубо говоря, вот у нас условие, то есть в чем заключается условие? Что у коммутирует, значит, вот с вот этими самыми делами. Ну, мы, значит, как я тут объяснял, чтобы это написать, мы сначала пишем такую вот экспоненциальную формулу, потом пишем ее при любом n. Ну, то есть при любом, ну да, при любом n. И у нас получается при каждом n некое условие. Вот, и первое условие при n равно 1, это, что просто у1 коммутирует с линейными членами, вот с этими вот линейными первыми, соответствующих этих самых ку-структур. То есть является отображением комплексов просто. Отображение комплексов. Ну, казалось бы, что классически второе условие, n равно 1, n равно 2, оно должно говорить, что у1 является также отображением джи-алгебр Ли. То есть вот мы должны сказать, что у1 от скобки g1, g2, там минус скобка у1, g1, у1, g2, должно быть равно нулю. Ну, в хорошем раскладе. Но у нас оно не равно нулю. Оно у нас равно d с u2, вот в таком же смысле полный коммутатор, от g1, g2. То есть оно у нас как бы является с точностью до… То есть в кагомологиях это действительно так. Вот. Но не в кагомологиях это так с точностью до u2. Эти u2, в свою очередь, значит, должны обладать какой-то там дополнительной когерентностью, и мы в следующий раз давайте это все выпишем. Да, то есть вот сейчас я так чуть-чуть, ну, более подробно, чем в прошлый раз. Ну, могу выписать… Нет, на самом деле это легко довольно выписать, на самом деле. Да, то есть, смотрите, в чем логика? Что я ограничил себя случаем, когда сами структуры L бесконечности алгебры это вот структуры, у которых q с больше, чем 2, равны нулю. То есть когда вообще у вас есть структура L бесконечности алгебры, в которой живет только q1 и q2, то это то же самое, что dg алгебры ли. Это, если угодно, задача. То есть если у меня есть L бесконечности алгебра, у которой вот у этого поля q только есть первые две компоненты, а эти все старшие равны нулю, то это ровно тот пример, с которого я начал. Вот. И на самом деле я тут хочу ограничиться этим примером, то есть и g1, и g2, они такие, а вот L бесконечности отображения я строю, вот имея в виду, что я хочу построить отображение из резольвента, то есть там все компоненты трилора могут быть нетривиальны. Ну вот. И я могу, значит, это выписать, действительно, как это все там устроено. Ну, условия, то есть это какие-то когерентные условия. То есть это вот, то есть я теперь хочу сказать, что окей, вот значит, я нашел такую гомотопию как бы у 2, гомотопию к тому, что это тоже ствая копия, что эта скобка, извините, переходит в скобку с точностью до этой гомотопии. А дальше я, значит, хочу сказать, а в чем, собственно, тогда заключается другое, ну, старшие условия. Ну, давайте выпишем, вот для n равно 3. Ну, я должен написать du3. Вот, то есть вот такой полный коммутатор, как было раньше. Написать g1, g2, g3, да. Вот, и чему это должно быть равно? Ну, это на самом деле будет вот чему-то равно. Сейчас мы напишем чему. Значит, тут будет u2 от g1, g1, g2, g, ну, как сказать, сумма. Давайте напишем так. Так, сумма по i меньше g, где i, которые еще от единицы до 3 при этом. Вот, и тут, ну да, то есть 3 члена будет. Тут я должен написать u2 от g и того, g житого. Вот, а тут, значит, будет g катое. Ак, это 1, 2, 3 минус вот и g. То есть дополнение. То есть единственное определение. Ну, грубо говоря, то, что тут будет стоять, это вот u2 от g1, g2, там, g3, и будет еще u2 от g1, g3, ну, с другим знаком уже только, наверное, минус, там, g2, и будет стоять u2 от g2, g3, g1. Вот, значит, вот здесь вот эта сумма, значит, плюс-минус, да, вот, плюс, а, вот, вот, а тут будет стоять минус, да, сейчас, 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 то есть минус, да, то есть я должен тут взять наоборот u1 и взять, судя по поводу, от какого-то аргумента и взять скобку с u2 каких-то аргументов. То есть, значит, то, что у меня тут, ну, вообще, в общем случае, мне легче написать в общем случае, то есть в общем случае я напишу, давайте я напишу вот в общем случае, u, n, значит, от, там, g1, g, n, да, вот так, должно быть равно такому, должно быть равно сумме по i меньше g, тут я пишу u, n минус 1, тут пишу плюс-минус, у n минус 1 от g и g, g, и тут будут все остальные, потом без уже и того и без ж этого, вот, это первый, ну, да, это первый член, а второй член должен быть минус, минус, когда у меня, значит, вот, u минус сумма по i плюс g равняется n, ну, вероятно, u, a плюс b равняется n, то есть я должен написать u, a от g, sigma 1, и так далее, g, sigma, a, то есть тут еще сумма по этим sigma всем перестановкам, тут я должен, значит, применить вот u, a к каким-то первым, а этим самым, и u, b к вторым, g, sigma, a плюс 1, g, sigma, n, вот, и взять скобку вот здесь, то есть, ну, это какие-то такие высшие условия когерентности, что ли, которые на самом деле менее интуитивны, но первое условие, оно совершенно интуитивно, оно означает, что u1 является как бы вот отображением алгебры листов, с точностью до какого-то там вот полного дифференциала от u2, но этот u2, в свою очередь, должен удовлетворять каким-то условиям и так далее, и так далее, и то, что я сегодня пытался объяснить, что вот вся вот эта вот система длинная когерентных условий, которую мы будем реализовать на практике, вот, когда будем вот уже, начиная со следующего раза, строить этот вот эльбисконечный формальный стоморфизм, вот, мы, вот то, что на самом деле все вот это вот, это реализует ту мысль, что я хочу взять вполне конкретную резольвенту G1, отобразить ее в G2. Вот последнее определение, которое я сегодня дам, что вот я сказал, что вот это вот u1 из моих вот этих когерентностей следует, что это отображение комплексов, да, и вот последнее, уже совершенно последнее определение, говорит следующее, что это квази-изоморфизмом называется, у L-бесконечность квази-изоморфизмом, если вот это первое отображение комплексов, O1, оно квази-изоморфизмом. То есть на самом деле то, что оно квази-изоморфизм, вот тут сказать, что это квази-изоморфизм, это задать некое условие просто про первую компоненту Тейлора. Вот, да, значит определение, пусть U из G1, то есть пусть G1, допустим, G2, DG алгебры Ли, хотя это необязательно, это можно и в общем случае сказать. И вот U из G1 в G2, L-бесконечность морфизма. Ну то есть что означает, что это морфизм вот соответствующих комплексов, ну вот да, вот как там написано. Вот, значит, U называется L-бесконечность квази-изоморфизмом, если отображение комплексов U1 из G1 в G2, вот мы тут видели, ну не видели, но сказали по крайней мере, что первое условие, что это отображение комплексов, есть квази-изоморфизм. Ну вот, и вообще говоря, мы хотели бы, конечно, показать, что вот, ну если у нас есть такой вот L-бесконечность морфизм, который квази-изоморфизм, то его можно обратить. Не однозначно, но можно. То есть можно построить обратный, который там тоже L-бесконечность квази-изоморфизм. Но это мы не будем сейчас делать, это мы потом, может, когда-нибудь обсудим. То есть смысл в том, что я хотел сегодня вот до вас донести, и, надеюсь, что, конечно, несколько косноязычно, но тем не менее донес. Это следующее, что на самом деле та задача, которую мы как бы вот пытаемся делать, это мы хотим вместо того, чтобы строить отображение там даже алгебры Ли из G1 в G2, строить из резольвенты G1 в G2. И это мы понимаем, что это несколько более общая и более правильная задача. Дальше вот с помощью всех вот этих вот как бы двойственностей мы увидели, что это то же самое, что построить вот некоторое отображение даже куалгебр вот здесь, а дальше мы как бы это отображение даже куалгебр уже можем писать в компонентах Тейлора. И вот тут у нас получается вот эти вот системы когерентности, которые выглядят довольно ужасно, но с другой стороны вот оказывается, что вот и, собственно, вот у конца еще это было, что вот такие вот штуки можно строить совершенно геометрически с помощью там интегралов по компликационным пространствам, и мы вот это вот будем делать, как это начинается дальше. Ладно, я извиняюсь, что я проговорил на 30 минут дольше, даже учитывая, что самое... Ничего. Recording stopped.